Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. А значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на Камском автогиганте в студии Павел Михно и Анастасия Рудковская. Коротко о главном. Трансграничные знания и опыт. На автогиганте проходит практику студенты из Узбекистана. Вечный двигатель в юбке. Сотрудница движков Олеся Смолина стала лучшим молодым общественником года. Его знают как охотника, а он оказывается еще и дальнобойщик. Самый русский финн Вилли Хаапасалов по гостям на КамАЗе. Узбекистан в гостях у КамАЗа. Студенты из этой азиатской страны посетили завод двигателей в рамках новой программы двойных дипломов. Автогигант стал для них местом прохождения производственной практики. В течение нескольких дней гости изучали теорию и практику сборки дизельного двигателя непосредственно в цехах и учебных кабинетах, чтобы потом собирать сердце камского грузовика у себя на родине. Три года назад в узбекском Намангане появился филиал Казанского федерального университета. Параллельно стартовала и программа двойных дипломов, в рамках которой студенты будут проходить регулярно практику в Автограде. А на последний год учебы и вовсе переедут в набережные Челны. У них основная специальность это сервис автомобилей, но сервиснику тоже необходимо увидеть, как собирается двигатель, чтобы на практике закрепить свои знания. В этом году производственная практика для таких студентов проходит впервые. Челны приняли 60 иностранных студентов. На производстве они воочию могут увидеть весь процесс создания автомобиля. Так, например, на заводе двигателей наблюдали сборку дизеля. Много что понравилось. Например, понравились шины и корпусы, понравились. Как разрабатывают болты, как выкручивают. Все, что показывали, все понравилось. Нам важно посмотреть, посмотреть детали, что происходит в производстве. У себя мы хотим такие детали, это делать, как промышленности. Одними такими экскурсиями практика не ограничится. Студентам также предстоит прослушать лекции специалистов КАМАЗа и преподавателей Набережно-Челнинского института КФУ. Что касается продолжения этой программы, предполагается, что она станет постоянной. Тагир Закиров, Любовь Захарова, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. Набережные Челны с размахом отметили День молодежи. Праздник тех, кто молот душой и телом. Местом празднования помимо Майдана стало бесчисленное количество площадок, расположившихся вдоль проспекта Хасана Туфана. Героем одной из них профориентационный стал автогигант. КАМАЗовцы в этот раз, помимо уже полюбившихся горожанам развлечений и мастер-классов, представили новинки. А вот какие, расскажем далее. Городские праздники становятся непременным поводом для организации различных интерактивных площадок. Здесь у каждого КАМАЗовского подразделения или завода есть возможность реализовать свои идеи. Мы вообще стараемся каждый праздник делать в новом формате, вносить какие-то новые интерактивные площадки, новые какие-то игрофикации. Поэтому и в этом году тоже не стало исключением. Так в этом году, помимо традиционно принимающих участия в подобных праздниках НТЦ, завода двигателей и прессово-рамного, занимательную площадку подготовили КАМАЗовские железнодорожники, предприятие по ЖДТ. Они представили гостям праздника мечту всех мальчишек – железную дорогу, в которую можно играть. У меня дома такой нет, поэтому мне здесь нравится поиграть. Развлекательные площадки стараются организовать так, чтобы они были ориентированы в первую очередь на детей и молодежь, которая в скором времени может прийти на смену старшему поколению на заводы. Например, завод двигателей придумал компьютерную головоломку, где необходимо понять правильный порядок сборки двигателя, а также угадать, какие вообще узлы бывают в двигателях. Маргарита Кузьмина, Любовь Захарова, Радик Ганеев, Вести КАМАЗа. Любовь к работе бывает взаимной и приводит к победам. На дне молодежи в набережных Челнах почетные награды получили лучшие юноши и девушки города. Среди них, конечно же, были и КАМАЗовцы. На главной сцене Майдана депутат Госдумы Альфия Кагогина и мэр Наиль Магдеев поздравили сотрудницу завода двигателей Олесю Смолину. А поздравить ее есть чем. Она стала лучшим руководителем молодежной организации 2019 года. Как не бежать за зайцами, но поймать их всех и сразу? И почему инициативность спасет мир? Об этом и не только расскажет героиня следующего сюжета, сама Олеся Смолина. Председатель молодежной организации завода двигателей КАМАЗ. За успехи в общественной сфере Олесе Смолиной вручили диплом и сертификат. На протяжении года за ней наблюдали, отмечая массовость и креативность мероприятий и конкурсов, организованных ею. Работу Олесе по достоинству оценили и организаторы конкурса «Лучший руководитель молодежной организации 2019». У нас очень много ребят, 750 человек до 35 лет. Надо с каждым с ним работать. Поэтому я всех изучала, смотрела, какие они. У меня потом уже был свой совет. Помогает советам и делам заводчанам Олесе уже больше двух лет. А карьера ее началась 12,5 лет назад, когда девушка пришла на движки в качестве инженера-технолога. О моменте, когда согласилась перейти в совет молодежи, ничуть не жалеет. Говорит, что не представляет себя в другом месте и называет себя патриотом КАМАЗа. Но кроме отдачи от любимой работы, помогает и надежный тыл дома. Меня очень понимает и любит вообще на самом деле мой муж. Он где-то помогает мне тоже делать эти мероприятия, да, также в организации. Ребенок постоянно со мной на этих мероприятиях. Помимо любимой работы, Олеся хорошо разбирается в оружии и занимается пневмострельбой. Именно поэтому она всегда попадает в цель. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Актер-режиссер Вилли Хаапасала побывал на КАМАЗе в рамках своего визита в Татарстан. Вилли снимает в республике серию программ о туристическом потенциале региона. В набережных Челнах самому российскому Фину в первую очередь показали главный сборочный конвейер автомобильного завода. Здесь практически ежеминутно приходилось останавливать съемки, потому что каждый приходящий мимо заводчанин хотел сделать селфи на память. Вилли никому не отказывал. На одном из участков съемочная группа даже сделала небольшой перерыв на общее фото. Отвлекали от работы актера и наши корреспонденты. Побывать в Татарстане и не увидеть КАМАЗ сегодня это моветон. Вот и Вилли ни минуты не сомневался, что рассказ о республике без автогиганта будет неполным. За последние годы, что происходит в мире, толкнул меня идея, что я хочу снимать многокультурный Татарстан. То есть именно то, что место, где есть разные национальности, разные религии, разные культуры, и они мирно, дружно живут все друг с другом. И это как раз на сегодняшнем нашем мире, по крайней мере для меня, это очень важный вопрос. Актер вообще не прост. Никаких признаков звездной болезни. Сам подходил знакомиться, внимательно слушал рассказы про особенности производства, никому не отказывал в селфи. А их было много. Узнавали Вилли моментально. Прочитали по новостям и как раз увидев его у нас на КАМАЗе, очень удивлен, что к нам приехал такой великий актер. Мне нравится этот актер, очень нравится. Я очень рад, что он прибыл нам на КАМАЗ. Это очень здорово, круто прям. Вот, есть категория. Категория, бацаны. Мы специально попросили показать права, чтобы без обмана. Оказалось, что Вилли работал на грузовике года два, сидел и за рулем КАМАЗов. Когда я последний раз ездил на КАМАЗе, как-то не узнает этого машины, потому что это же новая, я так понимаю, что только в этом году, в конце года выходит на продажу. Я ездил на старом КАМАЗе, конечно, но это, не знаю, это, конечно, разные машины, это понятно. Для пущей убедительности, что актер не просто вжился в роль, используем запрещенный прием, провокацию. Этот вопрос задавали дважды разные люди, и реакция всегда одинаковая. Приятно. Что, вам нравится на КАМАЗ кататься? Да, да, да. На завод к нам пойдете работать? Ну, посмотрим. Посмотрите. Может быть. Всего в серию передач о Республике войдет 10 эпизодов по 26 минут. Только из-за одного из них про КАМАЗ. Проект настоятельно рекомендован к просмотру. Ждем премьеры. Алсу Валяева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. На КАМАЗе прошел театральный фестиваль. В течение четырех дней спектакли смогли увидеть любители театра из всех подразделений автогиганта. Кстати, идея возродить театральное движение на предприятии витала давно. В этом году от слов решительно перешли к делу. Весной прошел фестиваль «Крылатый аргамак», на котором выступили представители 11 организаций КАМАЗа. И вот сейчас целая неделя театра. На четыре дня сцена Дворца культуры КАМАЗ превратилась в зал воспоминаний. Минус 50 назад, к первым дням строительства города и завода, уносят зрителей постановки творческой молодежи-автогиганта. Первая из них «КАМАЗ. История сильных людей» подготовлена участниками литературной гостиной. Следом за ней спектакль-победитель фестиваля «Крылатый аргамак». Здравствуйте, мы с КАМАЗа. Мы надеемся и мы уверены в том, что эта замечательная традиция, которая была заложена во время строительства КАМАЗа, заниматься творчеством навсегда останется в нашем предприятии. Отбор участников первой постановки прошел еще в октябре прошлого года. Далее были месяцы подготовки. Весной приступили к репетициям спектакля. Занимались с воодушевлением. Ведь в нем идет речь о том, как строились родной завод и город, как приезжали сюда молодые ребята, работали, создавали семьи, вместе переживали трудные и радостные моменты. Мы несем ту энергию и я надеюсь, что мы передадим тот посыл, который наши родители, наши бабушки и дедушки, придя сегодня в зал, вспомнят в наших лицах себя. Мероприятие в подобном формате проводилось впервые. Все четыре дня на сцене играли одни и те же спектакли. Благодаря этому прекрасную игру актеров литейного завода и ребят из литературной гостиной смогли увидеть представители всех подразделений КАМАЗа. Екатерина Ралманова, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. Вот что вы делаете, когда руки чешутся? Надеемся, что ваш вариант решения этой проблемы безобидный. Такой же, какой третий год подряд предлагает всем желающим спортивный клуб Академия спорта. Это объединение совместно с госкорпорацией Ростех. Проводят общероссийский турнир «Ударная десятка». Упражнения с боксерской грушей они превратили в настоящий аттракцион. А лучших из лучших приглашают на гранд-финал. Как в этот раз на КАМАЗе молотили по снаряду, расскажет Тагир Закиров. Но перед этим небольшой спойлер. Били от души. Редкое зрелище. Наши люди совершенно спокойно стоят в очереди. Раздают дефицит, а вот и нет. Предоставляют шанс отличиться. На КАМАЗ снова приехала ударная десятка. Всего-то надо надеть перчатку и, что есть мочи, ударить по груши. Что примечательно, для участия ограничений нет. Не ограничивают себя и сами участники. Возраст, пол, здесь вся палитра. Некоторые решили дать волю кулакам уже не в первый раз. В итоге выбило 161. Это в полтора раза лучше, чем в прошлом году. Поэтому на следующий год, надеюсь, после тренировок будет еще лучше. В прошлом году, конечно, ударил лучше, поэтому чуть-чуть расстроился. А так, в целом, хорошее ощущение. Прямо такой немножко даже адреналинчик. Турнир «Ударная десятка» – партнерство «Молодое». Проводится всего в третий раз. Но его формат организаторы уже пробуют совершенствовать. В этом году у нас новый формат, один есть в серии. Это за полминуты нужно нанести как можно больше ударов. Мы считаем общий тоннаж. Лучший результат среди женщин показала контролер литейного завода Альбина Газимова. Сила ее одиночного удара составила 255 килограммов. Среди мужчин в категориях «Один удар» и «Серия ударов» отличился также работник литейки. Мастер Анатолий Пахомов выбил 666 килограммов и 24 тонны с хвостиком соответственно. На втором месте чемпион прошлого года работник автомобильного завода мастер Ленар Шамсиев с результатом в 572 килограмма. Победу в «Женской» серии ударов одержала инженер-инструктор блока развития Альбина Сатулаева – 7570 килограммов. Вся четверка приглашена на финал в Москву и поборется за главные призы – 100 тысяч рублей в личном зачете и 150 тысяч в командном. Желаем удачи и держим кулаки. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Это был не просто футбол, это была битва двух титанов, двух достойнейших соперников. В финальном поединке первенства КамАЗа по мини-футболу сошлись команды Челны Водоканала и Автомобильного завода. На поле разве что только искренне летели. Так велико было желание обеих команд взять заветный кубок. Чем закончилась встреча и кому достались юбилейные медали чемпионата, знают и расскажут наши корреспонденты. АВЗ! АВЗ! Два месяца КамАЗовцы выясняли, чья команда лучше. Мини-футбол имеет свою специфику и не всегда фавориты больших полей могут показать такие же результаты на малых площадках. Здесь интенсивнее более игра, а там можно принять, подумать. Здесь такого не дают, сразу атакуют. С первых секунд на поле развернулась упорная борьба. Первый тайм закончился со счетом 2-0 в пользу АВЗ. Но соперников такой результат категорически не устраивал. Футболисты постоянно атаковали и смогли забить два ответных гола, которые все же не помогли им стать чемпионами. Победителем в этом году все-таки стал автомобильный завод. Но они по праву заслуженно победили, потому что ребята тренируются, у них есть свой тренер. Профсоюзный комитет администрации завода их очень хорошо поддерживает. Впервые в истории футбольных чемпионатов КамАЗа спортсмены автомобильного завода завоевали золотые медали. Челн и водоканал вторые. На третьем месте команда «Римдизеля». Хочу сказать спасибо своей команде за эту победу. Болельщикам, которые нас поддерживали. Желаю всем удачи. Мы очень рады. Екатерина Ралманова, Дмитрий Кравченко. Вести КамАЗа. Эта неделя на КамАЗе самая долгожданная из летних. Предотпускная. А значит, событий будет много. Надо успеть завершить самые важные дела. С каким настроением автогигант уйдет на каникулы? Расскажем. 15 июля в 18.00 на канале Челны ТВ. Этот выпуск для вас провели Анастасия Рудковская. И Павел Михно. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!